На Беларусь 4 программа Де Факто. Мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и обсуждаем темы, которые касаются нашей с вами безопасности. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Массовая ДТП и госпитализация пострадавшего. Таков итог попытки проскочить на красной, которую совершил в Гомеле водитель Фольксвагена. Варили наркотики, пожинали прибыль. В Гомельской области оперативники прикрыли сразу две нарколаборатории по производству амфетамина. Разбой в стиле лихих 90-х. В Гомеле, чтобы отобрать у женщины сумку, бывший уголовник нанес ей два ножевых ранения. Продавал топливо, увеличивая расход солярки в путевых листах. О том, как делаются деньги путем злоупотребления служебными полномочиями, репортаж Натальи Игнатенко. А также, как милиция борется с мошенничеством в бюджетной и банковской сфере. О финансовых преступлениях поговорим с начальником Гомельского регионального управления Департамента финансовых расследований Вадимом Германчуком. И начнем наш выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние семь дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. В Гомеле расследуется уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц в отношении 43-летнего жителя областного центра. Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завязали драку с прохожим. После у потерпевшего похитили сумку, в которой находилось более полутора тысяч долларов США, 1400 гривен, документы на транспортное средство и другое имущество. В ходе оперативно-розыскных мероприятий через несколько дней после происшествия злоумышленников задержали и заключили под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются иные эпизоды возможной преступной деятельности этих мужчин. В суде Мазырского района рассмотрено уголовное дело по обвинению 53-летнего мужчины в хищении психотропного вещества. Сильно действующее лекарство Мазырянин приобретал по рецептам онкологически больной матери. Затем сбывал знакомым. Мужчина неоднократно был судим, состоял на учете в наркодиспансере. На итоговом заседании суда обвиняемый был приговорен к 11 годам лишения свободы с направлением на принудительное лечение от наркотической зависимости. Марихуанна, гашиш, героин и амфетамин. С таким набором наркотических средств в Жлобинском районе задержан гомельчанин. Наркодилер остановили сотрудники милиции на трассе Минска-Гомель. За рулем автомобиля БМВ находился ранее несудимый мужчина. Он подозревался в перевозке наркотиков из Москвы. При проведении личного обыска подозрения правоохранителей подтвердились. Были найдены изъяты два полимерных свертка с амфетамином и героином. Один из них задержанный хранил при себе. В салоне автомобиля также обнаружены свертки разного объема с гашишем, марихуаной и амфетамином. Возбуждено уголовное дело. Вещества отправлены на экспертизу. Массовая авария на Советской в районе торгового центра «Карусель» произошла по вине 18-летнего водителя автомобиля «Фольксваген Пассад». Проигнорировав красный сигнал светофора, он врезался в Мазду. От столкновения виновник ДТП отбросило на полосу встречного движения. Там к числу пострадавших автомобилей добавилось еще три. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольксваген Пассад» получил телесное повреждение и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы. Несколько дней свободы и опять за решетку. Ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно разгромил прилавки двух магазинов по улице Карповича и еще одного по проспекту Ленина. Остановить мужчину вызвались прохожие. Они позвонили в милицию, а до приезда правоохранительных органов сопровождали тихого бунтаря. Дебошир признался в содеянном, но сказал, что произошедшее помнит плохо. В тот день он находился на добром подпитии. Очередную нарколабораторию прикрыли гомельские оперативники. На этот раз ее организатор синтезировал амфетамин. Мужчину задержали, остановив его иномарку. При себе у водителя оказался мизер около грамма запрещенного препарата. Основной запас наркотика хранился дома, где задержанный и наладил его производство. Амфетамин наркоповар варил по личному рецепту, а сырье завозил из России. Возбуждено сразу несколько уголовных дел. Сотрудники МЧС продолжают проводить проверки крупных торговых центров Гомеля. Инспекторы исследуют работу систем безопасности, проверяют пути эвакуации, грамотность действий персонала, наличие средств пожаротушения и документации. Напомним, в связи с трагедией в российском Кемерово, где на пожаре в торгово-развлекательном центре погибло 64 человека, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать комплексный план и до конца месяца провести проверки в местах массового скопления людей. В Гомельской области их около 30. Работники Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям спасли тонущего человека. В районе улицы Комиссарова на реке Сож в Полынью провалился мужчина. Тревожный звонок поступил во вторник в 20.48. Пострадавший находился в 30 метрах от берега. Мужчина взывал о помощи. Беднягу вовремя заметили прохожие и вызвали МЧС. Спасатели извлекли мужчину на поверхность. Он сильно продрог и нуждался в медицинской помощи. На Гомельщине подвели итоги спецкомплекса «Арсенал» по пресечению фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Сотрудниками милиции в ходе рейдовых проверок изъяты 54 единицы незарегистрированного оружия. Добровольно граждане сдали правоохранителям 149 единиц. За незаконное действие в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ возбуждено 7 уголовных дел. При этом 62 административных протокола составлено в отношении правонарушителей за нарушение порядка оборота гражданского оружия. Спасатели круглосуточно мониторят паводковую ситуацию. В Петриковском районе из-за подъема воды в реке Припять потоплено 5 подворьей. Глубина от 5 до 20 сантиметров. Водой перекрыты и несколько участков автодороги в направлении деревни Снядин. Потоплены дороги ко двум паромным переправам Петриков-Вилавск и Вышилов-Снядин. Глубина потопления от 5 до 50 сантиметров. В Мозорском районе потоплено 6 частных подворьей. Ударил ножом в сердце, чтобы отобрать у женщины сумку. В Гомеле задержан рецидивист, который совершил дерзкое разбойное нападение на прохожую. Он набросился на нее средь бела дня, чтобы разыскать деньги на спиртное. Потерпевшая едва не истекла кровью, но ей своевременно оказали помощь. О происшествии, аналогов которого со времен лихих 90-х, не было в областном центре. Наш следующий сюжет. Это произошло в советском районе Гомеля на улице Павлова около продуктового магазина. Увидев хорошо одетую женщину, злоумышленник напал на нее и потребовал отдать сумку. Но когда план не сработал, достал из кармана нож. Два удара и женщина перестала сопротивляться. В результате проникающих ранений было задето сердце, а также диафрагма и легкое. На месте случившегося случайно оказался милиционер. Он первым пришел на помощь раненой прохожей. Попросила провести ее несколько шагов до дома, но затем ей вообще стало плохо. Она начала терять сознание. И только тогда она сказала, что против нее было совершено разбойное нападение. И она получила два ножевых ранения. Естественно, что сотрудник милиции вызвал скорую помощь, обратился к своим коллегам, чтобы они вовремя прибыли. Правоохранители в буквальном смысле слова прочесали весь район, отработали областной центр и задержали злоумышленника в квартире его знакомой. Им оказался ранее судимый житель Добружского района. Не так давно в России он отбывал наказание за убийство. Потерпевшая рассказала, что нож он достал практически сразу. В больнице женщину прооперировали. Она в стабильно тяжелом состоянии. Данное преступление можно назвать дерзким, так как оно было совершено в общественном месте, в дневное время. Но это в основном рассказывают, это вот 90-е годы, такой вот тот период. Ну и то люди в основном нападали в темное время суток, где-нибудь с углом. Но не в дневное время, в оживленном месте. Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Разбойное нападение и покушение на убийство, сопряженное с разбоем. Сейчас правоохранители отрабатывают личность задержанного на возможность причастия к иным преступлениям. Граждан, которые знают о других правонарушениях этого человека, просят сообщить о полезной для следствия информации. Беспрепятственный пропуск автомобилей спецтранспорта во многом влияет на исход операции по спасению людей, оказанию помощи больным или раскрытию преступления. С целью привлечения к этой проблеме внимания водителей и пешеходов, в госавтоинспекции области ежегодно проводится профилактическая акция «Уступить дорогу спецтранспорту». В рамках мероприятия в Гомере на дороге выехала автоцистерна спасателей. На машине работали маяки синего и красного цвета. Спецтранспорт сопровождали сразу несколько экипажей ГАИ. В данной ситуации водители, согласно правилам дорожного движения, должны немедленно остановиться на обочине, уступив дорогу спешащему на вызов автомобилю. Данное мероприятие проводится для того, чтобы еще раз напомнить водителям и другим участникам дорожного движения о необходимости предоставления преимущества в движении оперативному транспорту с включенными проблесковыми маячками. Напомним, что за данное правонарушение предусматривается ответственность в виде наложения штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин, либо лишения водительского удостоверения сроком до 1 года. Как показал рейд, выполнять эти требования спешили немногие, а некоторые и вовсе не реагировали на спецсигналы. Таких водителей пришлось догонять, останавливать и объяснять возможные последствия их неправомерных действий. За полтора часа проведения акции к административной ответственности было привлечено 12 нарушителей. Как мы все знаем, что в случае произошедшего пожара либо чрезвычайной ситуации дорога не то что минута, а каждая секунда дорога. Ведь человек, который находится в беде, ему эти секунды идут как за час. И при следовании наших подразделений на любую чрезвычайную ситуацию нам необходима чистая дорога и свободные проезды. У нас есть такие моменты, что мы не можем заехать во двор и быстро оказать помощь нашим людям. Люди стараются поставить свои машины как можно ближе к подъезду. Есть стоянки, есть гаражи. Просьба туда свои машины определять. Потому что если горе придет кому-то из нас, хотелось бы, чтобы оперативные службы в лице МЧС оказали помощь как можно быстрее. Ежегодно в области регистрируется по несколько случаев ДТП с участием спецтранспорта, который спешит на помощь. В основном аварии случаются по вине автолюбителей и пешеходов. В госавтоинспекции напомнили, что при приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а люди, находящиеся на ней, должны незамедлительно ее освободить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конфискация имущества и лишением свободы сроком на 6 лет обернулась для недавнего директора Мозорской ПМК-106 собственное дело вне рамок закона. Находчивый управленец действовал при помощи подставных лиц. На своего водителя, одновременно являющегося индивидуальным предпринимателем, фигурант уголовного дела зарегистрировал собственный автотранспорт. Микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter, два грузовых автомобиля, погрузчик и автокран. Впоследствии техника передавалась в аренду ПМК. Чтобы завуалировать преступные действия, экс-руководитель строительного предприятия давал указание подчиненным вносить недостоверные сведения в документацию. Такая схема работала без сбоя в продолжительное время, пока сомнительными манипуляциями не заинтересовалась финансовая милиция. В суде рассмотрено уголовное дело. Ему вынесен обвинительный приговор по ст. 233, часть 2, это незаконная предпринимательская деятельность, и 210, часть 4, хищение путем злоупотребления служебным положением. Он приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и с конфискацией имущества. Тем временем фигурант другого уголовного дела в своих преступных целях вряд ли мог рассчитывать на своих подчиненных. В обычной жизни он носил белый халат в одном из учреждений здравоохранения Гомеля, а вскрытый от посторонних глаз обогащался на слабостях людей. Подпольный расставщик имел чистую прибыль. Он давал взаймы крупные денежные суммы под заоблачно высокие проценты до 100 в месяц. Причем морально-отеческая сторона вопроса организатора подпольного бизнеса совсем не волновало. Без зазора совести он охотно предоставлял деньги клиентам, которые находили его сами. Его клиентами являлись в основном люди, склонные к казахским играм, которым необходимо было срочные деньги, и он предоставлял эти займы. В залог он не призгал ничем. Люди оставляли и автомобили, и некоторые там золотые изделия, и ценности. Им получен доход, который нигде не отражен, и налоги с него не уплачены. Подпольный расставщик возместил незаконный доход в размере более 32 тысяч рублей добровольно. Учтут ли это при вынесении приговора, станет ясно позже. Пока же расследование уголовного дела продолжается. В целом в 2017 году органами финансовых расследований области было выявлено 125 преступлений. Из них 13 связаны с незаконной предпринимательской деятельностью. По результатам контрольно-аналитических мероприятий Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь по Гомельской области, в доход бюджета было взыскано без малого 6 миллионов рублей. Наталья Игнатенко, Евгений Макенко специально для программы «Дефакто». В Беларуси время откровенного вымогательства, вышибания денег путем угроз и крышевания предпринимателей давно прошло. Но значит ли это, что люди перестали преступным путем зарабатывать деньги? Вовсе нет. Многие сместились в финансовый сектор. Злоумышленники теперь грамотнее и действуют деликатно. О том, какого рода противодействие оказывается умным преступником, поговорим с начальником управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь по Гомельской области Вадимом Германчуком. Вадим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие цели и задачи ставятся сегодня перед подразделением финансовой милиции? Основные задачи урона финансовых расследований – это защита общества, интереса общества и государства от преступных пострадательств в экономической сфере, обеспечения экономической безопасности нашего государства, защита прав, законных интересов граждан, организаций, проведение также профилактических мероприятий, направленных на минимизацию правонарушений в данной сфере. Ну и также к нашей компетенции отнесено такое направление, одно из направлений – это борьба с коррупцией в экономической сфере. Я так понимаю, что это не так давно было отнесено? Это с 2015 года были внесены изменения в Луно-процессуальный кодекс, и с тех пор мы успешно, в принципе, боремся с данным явлением. Вадим Владимирович, вот на сегодня какие виды преступлений чаще всего поступают в производство органов департамента финансовых расследований? Вообще компетенция органов финансовых расследований, она изложена у нас в статье 37-й, в Угл. Пресс-Социального кодекса Республики Беларусь. Основные направления, по которым мы работаем, это уклонение доплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, лже-предпринимательство, выманение кредитов, уклонение от повышения кредиторской задолженности, и также преступление коррупционной направленности. Вот мы смотрели сюжет про ростовщика, где человек занимал деньги. Почему в данном случае возбуждается уголовное дело? Ведь между лицом, который берет деньги, который предоставляет, составляется там договор, какая-то расписка? Ну, здесь ситуация не совсем относится к гражданских правовым отношениям, потому что, если мы, либо вы отдалжите деньги у знакомых, это единичный случай. В данной ситуации, вот именно, как вы назвали, ростовщик. То есть, в принципе, он на сегодняшний день своими действиями подменил банки Республики Беларусь. Он выдавал деньги под проценты, проценты были колоссальные, конечно, и извлекал из этого доход. Данное деятельство требует определенных условий соблюдения, требует получения лицензии Национального банка Республики Беларусь, что не было сделано. Поэтому действия данного лица и были квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность. Кстати, что касается этого вида деятельности, как на сегодня обстоят дела? Ведь, на мой взгляд, это наиболее частые виды преступлений, которыми занимаются органы департамента финансовых расследований. Ну, на сегодняшний день, нельзя сказать, что это наиболее часто, потому что у нас еще существует проблема и криминального банкротства. Тем более, если мы вспомним те лихие 2000-е годы, когда процветали кругом незаконные валютные операции. Сегодня их практически нет, потому что, во-первых, определенные ограничения сняты. Для привлечения валюты не требуется паспорт. Раньше были перебои с валютой в обменных пунктах. На сегодняшний день любой гражданин может прийти и обменять валюту, купить либо продать, без всяких ограничений. В основном, услугами сегодня валютчиков, так называемых, пользуются криминальные структуры. Те, которые занимаются обналичием денежных средств, они переводят их с целью уменьшения денежной массы, скажем так, в валюту, и она потом постепенно поступает тем контрагентам, которые воспользуются их услугами. Что касается динамики этих видов правонарушений и остальных, что можете говорить? Ну, по динамике в целом, за прошлый год, в целом по департаменту, нашему управлению, произошло снижение овленных преступлений. Ну, это обусловлено, опять же, либерализацией в экономической сфере. Опять же, скажем так, повышение деловой активности. Но, тем не менее, все равно сохраняется определенная тенденция. Это основные преступления, уклонение туда под налогов, лыжи предпринимательства, незаконно предпринимательская деятельность. Ну, и на сегодняшний день наблюдается рост именно преступлений коррупционной направленности. Что касается роста преступлений коррупционной направленности, то как можно классифицировать данные виды нарушений? Дело в том, что проявления их происходят по-разному. Вы знаете, что у нас в государстве ведется принципиальная обреба с коррупцией, поэтому существует перечень коррупционных преступлений, которые находятся в постоянном контроле. Ну а тех лица, которые совершили внутреннее состояние того человека, который стал не на неправильный путь. Поэтому в этой сфере мы приходим пресекать, работать. В основном работа на сегодняшний день построена наша по направлениям соблюдения контроля за выполнением госпрограмм инвестиционных проектов. То есть основная задача, поставленная главой государства и операцией комитета госконтроля, это обеспечение сохранности и целевого расходования бюджетных средств. Вы говорили про преступления, связанные с неуплатой налогов. Здесь имеется в виду, может быть, более пристальное внимание правоохранительных органов к этой проблеме, либо в целом рост преступлений данной направленности? Ну почему пристально? Дело в том, что данное направление всегда находится на особом контроле. Мы же должны понимать, что все, что у нас на сегодняшний день финансируется из бюджета, это наши налоговые платежи, наши поступления. Поэтому, если мы не будем платить налоги, соответственно, у нас возникнут проблемы в здравоохранении, в образовании и так далее, в многих сферах. Поэтому этот вопрос стоит на постоянном контроле. Вадим Владимирович, как происходит взаимодействие населения и органов Департамента финансовых расследований? Если вдруг люди видят нарушения, что им следует делать, куда звонить и куда обращаться? Ну, во-первых, у нас есть телефон горячей линии, который, в принципе, работает круглосуточно в дежурной части. Также имеется сайт нашего управления. На постоянной основе производится прием граждан руководством управления. В принципе, мы всегда рады населению, когда оно увидит какие-то нарушения, неполадки и сообщает нам, помогает нам в плане информации. Либо те граждане обращаются, чьи интересы ущемлены. Вадим Владимирович, большое вам спасибо за конструктивный разговор. Спасибо. Телезрителям напомню, что в студии программы «Де-факто» вместе с начальником управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь по Гомельской области Вадимом Германчуком мы обсуждали вопрос финансовых преступлений. И в завершении программы вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов. Авторы выпуска подготовили шокирующие и наиболее зрелищные кадры, оказавшиеся на этой неделе в центре внимания не только интернет-аудитории, но и мировых СМИ. Рубрика «Я очевидец» далее в программе. Число пострадавших на пожаре торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в российском Кемерово выросло до 79 человек. К врачам обратились еще три человека. 12, в том числе двое детей, находятся в больницах. 67 пострадавших медицинская помощь оказана амбулаторно. Среди них 25 детей. Трагедия произошла 25 марта. Огонь вспыхнул на четвертом этаже торгового центра, где располагались кинозалы и детский развлекательный центр с игровыми автоматами и батутами. Дым мгновенно распространился по помещениям. Пожарная сигнализация в здании не работала. А многие эвакуационные выходы оказались закрытыми. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В России объявлен траур. Акция памяти жертв трагедии прошла и в Беларуси. 100 тысяч долларов за две минуты. В Москве совершено вооруженное ограбление банка. Пятеро налетчиков с автоматами и пистолетами в камуфляжной форме и бронежилетах зашли в банк на востоке российской столицы и всего за пару минут обчистили кассы отделения. Сотрудникам финансового учреждения они пригрозили расправой. И те безоговорочно отдали наличность. Налетчики зашли в банк в 17.06, а в 17.08 они его покинули. Стрельбы не было, никто из посетителей, работников и охраны не пострадал. Позже полиция нашла брошенный «Хонда» и злоумышленников. Но самих налетчиков и след простыл. Дерзкий угон автомобиля произошел в республике Адыгея. Злоумышленник на глазах у владельца сел в его машину и дал по газам. Более наглый автоугон представить трудно, ведь в этой истории всего два участника – таксист и его пассажир. Водитель решил заехать на заправку и едва ли мог предположить, что пока он будет расплачиваться у кассы, его клиент переберется на водительское сидение и даст по газам. Таксист кинулся на перерез, схватился за дверную ручку, однако остановить машину не сумел, лишь прокатился за ней на спине. Впрочем, и угонщик далеко не ушел. Как сообщается, попал в ДТП на ближайшей трассе. В Екатеринбурге взорвали телебашню. Событие привлекло внимание огромного количества людей. Кто-то в последние минуты жизни вышки делал с ней селфи на память, а автор этого видеоролика поднял в воздух квадрокоптер, чтобы сделать лучшие кадры. После взрыва башня рухнула на землю, превратившись в груду камней и подняв столб пыли. Ее высота была 220 метров, и она считалась самым высоким сооружением в Екатеринбурге. Ее строительство началось в 1983-м, однако так и не было завершено. Башня простояла недостроенной около 20 лет. Теперь на ее месте предположительно построят новый стадион для местного хоккейного клуба. Вышедшая из берегов река смыла машину с водителем с моста в Казахстане. Силу воды испытал на своем автомобиле житель одной из деревень, расположенной недалеко от границы с Россией. При попытке пересечь разлившуюся реку Уба, его легковушку снесло с затопленной дороги и понесло по течению. Водитель при этом успел выбраться из салона автомобиля. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий в Гомельской области. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин